Такой концентрации иностранных делегаций на один квадратный метр Краснодар не видел давно. Бизнесмены собрались, чтобы обсудить с краевыми властями планы развития и подвести итог последних 25 лет. Именно четверть века назад в экономике региона появился первый зарубежный вклад. Компания «Филипп Морис Кубань» развернула производство в нашем крае. Это стало одним из самых удачных примеров практики прямых инвестиций в региональную экономику страны. Сегодня это ответственный работодатель и налогоплательщик Краснодарского края. Только за прошлый год в бюджеты всех уровней и в небюджетные фонды страны поступило больше 46 миллиардов рублей компании с мировым именем. Как 25 лет назад, так и на протяжении всего этого пути мы всегда ощущали очень конструктивное, очень открытое отношение краевой администрации, городской администрации к инвесторам. Возможность решать все самые сложные вопросы, находить по ним взаимопонимание и создавать то, что, наверное, любому инвестору важнее всего. Это предсказуемость политики, какой-то горизонт, который можно закладывать в бизнес-планы и планировать исходя из этого своего развития. И у компании много коллег здесь, на Кубани. В регионе развернулось производство фирм с мировым именем – Данон, Кнауф, Клоас, Бандюэль, Нестле. Они получили прописку в районах Краснодарского края. Но для дальнейшего развития нужно и самим делать шаги навстречу. Так наша делегация в мае этого года посетила Германию. В Берлине презентовали инвестиционный портфель. В нем больше 500 проектов в туристическом кластере, промышленности, сельском хозяйстве и инновационных технологиях. Это стало еще одной вехой развития деловых отношений между странами. Взаимные визиты только укрепляют экономику друг друга. С этими целями на Кубань едут со всего мира. Это и Армения, Швеция, Великобритания, Япония, Дания, Сербия, Чили, Китай, США, Чехия. И эта неделя для края выдалась по-настоящему урожайной на встрече с зарубежными инвесторами. Сразу две иностранные делегации побывали в Краснодаре. Вьетнамцы и финны планируют обмениваться опытом с нашими бизнесменами, открывать производство легкой промышленности. Сама атмосфера к этому располагает. Я учился в Москве, я учился на ЮДРФАК, Московского государственного университета, МГУ. Так что я сюда вернусь как домой. Я сюда приезжаю в первый раз. Я уже по городу погуляю и знаю, что ваш город очень красивый. Все больше партнеров Кубань привлекает благодаря экономическому форуму в Сочи, где как на ладони самые лакомые предложения для зарубежного бизнеса. Если в 2002 году мы подготовили около 70 проектов, то в 2018 их уже сотни. В Олимпийскую столицу в поисках выгодных сделок приехали представители 63 стран. Наш край заключил 212 соглашений на 242 миллиарда рублей. И Сочи вновь будет в центре внимания всего мира. Вениамин Кондратьев обсудил с представителями Ассоциации европейского бизнеса и международной выставочной кампании проведение фестиваля в сфере автомобильной промышленности. Он может пройти в июле следующего года именно в Олимпийской столице России. Для нас очень интересно узнать поподробнее на самом деле, какие ваши цели и задачи. И, конечно, обсудить наши взаимные здесь и интересы, и, естественно, максимально помочь вам реализовать данный фестиваль. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, мы готовы оказать максимальное содействие и бизнесу, и потенциальным инвесторам нашего края для того, чтобы событийные мероприятия в случае подобного мирового уровня проходили. Это источник движения и роста экономики как нашего региона, так и, конечно, стран. По итогам прошлого года Сочи принял около 7 миллионов туристов. Поэтому ваше мероприятие, ваш фестиваль позволит туристам совместить отдых на море с познавательным туризмом. Подобный фестиваль может быть знаковым не только для июля, но и для всего лета, вроде Сочи. Мы пришли к выводу, что лучшей площадкой для проведения автомобильного фестиваля будет Сочи. И мы хотим создать концепцию, которая будет работать из года в год. Я уверен, что у края есть огромный потенциал, и он может стать визитной карточкой всей России. Именно такие масштабные проекты делают привлекательным наш регион для зарубежного бизнеса. Это своего рода реклама инфраструктуры и возможности региона. Вениамин Кондратьев уверен, у инвестиционного будущего Кубани грандиозные перспективы. И тот, кто придет в наш край, станет не просто партнером, а другом. Это уже подтвердило время. За 25 лет зарубежный бизнес, несмотря на финансовые катаклизмы, остался на кубанской земле. Я, коллеги, вам благодарен за смелость и за риск, уважаемые наши иностранные партнеры. За то, что невзирая на определенную неопределенность и многое-многое другое, о чем рассказывают там, в средствах массовой информации, в ваших странах. Вы рискнули зайти со своими собственными инвестициями в Краснодарский край, в Россию. Зашли, я уверен, не проиграли. Каждый субъект Российской Федерации старается максимально модернизировать различные отрасли экономики, максимально привлекать инвесторов для того, чтобы зайти на те полки, которые сегодня от импорта высвобождаются. И мы, конечно, тоже стараемся. Ну и вы, которые сегодня уже являетесь производителями, российскими производителями с иностранными брендами, тоже выигрываете, потому что сегодня вы являетесь нашими кубанскими производителями. У вас прямая отлитая дорога на российский рынок. Время доказало и подтвердило и оправдало вашу смелость и риски. Я еще раз хочу вам сказать слова огромной благодарности за то, что в свое время на пленном историческом пути развития ваших компаний вы приняли решение инвестировать в Россию, инвестировать в Краснодарском крае. Иностранному бизнесу создали тепличные условия на Кубани. По данным специалистов, наш регион вошел в десятку лидеров в России по состоянию инвестиционного климата. Здесь для заграничных партнеров есть и налоговые преференции, и льготы, и субсидии. От этого и внушительные результаты. Сейчас на территории края реализовано больше 50 инвестиционных проектов в самых различных отраслях на общую сумму в 18 миллиардов долларов США. Это все налоговые отчисления в бюджет и новые рабочие места. А еще надежный фундамент завтрашней экономики Кубани.